9 декабря будет отмечаться Международный день борьбы с коррупцией. В честь этого актюминские общественники решили подвести итоги работы и придать общественной огласке проблему взяточничества, которая может быть в разных сферах. Перед началом мероприятия гости познакомились с выставкой детских рисунков на тему честности, справедливости и борьбы с коррупцией. Мы регулярно ведем работу с общественностью, чтобы люди знали, куда и как обратиться в случае выявления коррупционных преступлений. У нас действует колл-центр 1424. По этому номеру можно позвонить и сообщить о фактах, если вымогают деньги или наоборот предлагают вам взятку. За последние три года увеличилось число мошенничества и посредничества в коррупционных преступлениях. С начала этого года было расследовано 90 таких преступлений и 60 из них раскрыто. Предственное слово было предоставлено главе региона Асхату Шахарову. Он отметил важность взаимодействия от населения с госорганами, а затем наградил благодарственными грамотами активных граждан, победителей конкурсов, рисунков и эссе на тему коррупции. Добросовестность каждого гражданина влияет на результат нашей совместной работы. Борьба с коррупцией – не кратковременная работа, а важнейшая государственная задача в деле закрепления независимости и суверенного нашего государства. Сам президент отметил, что предусмотренная антикоррупционная стратегия комплекс действий против коррупции должен сопровождаться активностью общественности. Минувшей осенью на портале US News был опубликован перечень самых коррумпированных стран мира. В его список вошли 87 стран, в том числе и Казахстан. Он расположился на далеко по непочетной 75-й строчке.